Постоянно нет лекарств, например, на региональных. Этого же метформина нету. Вообще, самых простых таблеток их нет. Вы не обижайтесь, но работать есть над чем. ИО губернатора Васильев устроил рейд по медучреждениям города по уже излюбленному методу внезапных визитов. Заму по медицине Матвеева теперь ожидает серьезное совещание. На автобусе до Метрограда и Европейских улочек сразу три маршрута общественного транспорта изменят путь своего следования. Два человека погибли в аварии в Белохолуницком районе. Там на трассе «Лада» 14-я модель вылетела в кювет. Ничего не боятся и идут к своей цели. Участники первого сезона проекта «Похудела» рассказывают о своих новых успехах и делятся секретами с теми, кто только решил похудеть. Новый кастинг проекта назначен на 20 августа. Полотно своей жизни представит заслуженный художник России Инна Широкова. Сегодня в галерее прогресса открылась ее персональная выставка. Вы смотрите информационный канал «Город» в студии Ксении Никишова в ближайшие минуты о главных событиях четверга 11 августа. Вы не обижайтесь, но работать есть над чем. Так, в РИО губернатор описал обстановку в сфере здравоохранения после встречи с врачами поликлиник. Игорь Васильев сегодня устроил рейд по медучреждениям города. В список, который можно смело назвать тайным списком Васильева, вошли пять медучреждений. Исполняющий обязанности утверждает, что об этом списке не знали ни министр, ни зам по медицине. Очевидно, метод внезапных визитов, излюбленный в арсенале Васильева. По выявленным проблемам уже назначено совещание с Дмитрием Матвеевым. Артем Панекаровских продолжит. Без шика и на обычной правительственной машине ни министра, ни зама по медицине с Игорем Васильевым нет на берегу. В РИО губернатор уверяет, что никого и не предупреждал. Такой тайный рейд, говорит, лучший способ узнать, как оно на самом деле. Седьмая поликлиника на Карла Маркса первая. Просто ближе к правительству. Я новый исполняющий обязанностей губернатора, если вы знаете. Расскажете, как тут вас отслуживают, хорошо? Нормально. В очереди? Это не такая очередь, сейчас же запись. Запись? С записью тут проблем нет. С качеством врачебного приема, видимо, тоже в Рио-Васильеву, пользуясь случаем, в поликлинике рассказывает о дорогах. Пока вопросов нет. А с дорогами? С дорогами вы сами ездите. Вторую точку маршрута участники рейда выбрали прямо на месте. Седьмая поликлиника напротив завода Лепси, говорят, славится традиционными очередями. С человеком в пиджаке и белой рубашке пациенты разговаривают с опаской. Так на всякий случай. Впрочем, уговоры рассказать все-таки о проблемах продолжаются недолго. Ну расскажите, мне вот вчера линия открылась, я вижу. Половина про здравоохранение, половина про дороги. Я буду хожу, чтобы сделать микрооперацию. Потому что то я в отпуске, а то в речи в отпуске. Особенно Васильева заинтересовала тема лекарств для диабетиков. Постоянно нет лекарств. Вот я, например, на региональном. Этого же метформина нету. Вообще самых простых таблеток их нет. Приходится снова звонить, снова нужно с работы отпрашиваться, приходить, в очередь в эту сидеть. Так почему? Куда эти таблетки-то уходят? Женщине, которой не захотела представляться, он пообещал поднять вопрос в правительстве. А вот и тот неловкий момент, когда навстречу губернатору попадается зам главного врача. Александр Глушенко молча соглашается с критикой и обещает. Я понимаю, могут быть случайности, но много таких же. И очередь, честно говоря, большая. Учитывая, что сейчас все-таки лето. Конечно, сроки мы стираемся соблюдать. Территорная программа не всегда получается. Конечно, стираемся. Буду, чтобы получилось. Обязательно. Еще одно заключение Игорь Васильев делает после всего обхода больницы. Старое оборудование замечает уже из разряда бюджетных проблем. Зам главного успокаивает. Пока работает следующая точка поликлиника Надзержинского. Тот же набор проблем плюс нехватка узких специалистов. Электронная регистратура за 500-соксерапевтов, которой в Рио Васильеву удается только на 30 августа. С ожиданием почти в 19 дней. Ну, далековато на 30-е. Ну, терапевтам сейчас тем более лето, доктора в отпусках тоже, поэтому далековато получается. Делегация принимает решение зайти еще и в детскую поликлинику по соседству. Заведующая Анна Высотина встречает делегацию почти сразу. Видимо, успели предупредить. В Рио, который растворился где-то в коридорах, догонять не стала. Вы переживаете? Конечно. Из-за что? Ну, как. У нас в медицине в первую очередь не хватает кадров, особенно в детских поликлиниках. Нам в пору открывать 10-й участок по населению. Мы не можем найти ни доктора, ни медсестру. В неловкое положение в Рио Васильеву Анну Владимировну ставить не стал, только пожал руку и призвал писать ему письма. Вот что люди говорят? Врачи хорошие, организация надо наложить. Так, ну, давайте вместе поработаем над этим. Я так без приглашения буду являться, поэтому прошу не обижаться, ладно? Все, всего хорошо. Вы мне напишите. Хорошо. Ладно? А мы с главным врачом отдельно встречаемся. Хорошо. И договоримся. Хорошо. Только правда говорится. Хорошо. На выходе Васильеву, правда, попались еще и непроходимые лестницы. И мужчина, который узнал нового губернатора, согласился, что лестницы действительно плохие, разволновался и ушел. Совершенно. Тут очень круто. Очень круто. Глаза хуже. Я думаю, сделается. Всего хорошего. Сейчас идем. Попробуем сделать. О проблеме очередей старого оборудования и нехватке узких специалистов Рива Васильев уже выразил желание пообщаться с министром и замом по медицинской сфере. И очевидно, волнение присутствует и у министров, и у врачей. И, похоже, не только перед визитом губернатора в поликлинику на Московской, чуть повыше, разволновались даже трубы. Холодненько бежит с Московской и по Ленина. Поликлиника на Московской оказалась единственным местом, о котором были предупреждены зам Матвеев и министр Елена Утемова. Именно поэтому они на месте у парадного входа. В Риву встречает поклонами и улыбкой и образцовая поликлиника без очередей и ожиданий и с новой системой электронной записи. Но и там, в Риву Васильев, нашел качающуюся ступеньку лестницы по пути в кабинет флюорографии и женщину, которая приехала сюда специально после того, как долгое время не могла попасть на прием по месту жительства в поликлинику физприбора. Объяснение главврача в Риву Васильеву явно не понравилось. Давайте мы так. Первое сентября мы вас будем в России. Мы завтра соберемся и обсудим оценку, которую можно принять быстро. Стал ли сегодняшний тайный рейд по медучреждениям в Риву Васильево результатом обращения от жителей, или это был результат нескладывающихся рабочих отношений с замом Матвеевым, сегодня пояснил сам же Дмитрий Матвеев. Понятно, что надо привыкнуть друг к другу, но никаких вопросов в то, что отношения не складываются, просто не возникает. Нам скрывать нечего. Игорь Васильев тем временем наметил темы, которые с Дмитрием Матвеевым они обсудят уже в пятницу. Известно, что медикам поставлена задача. Проблемы, которые не требуют серьезных финансовых затрат, решить в самое ближайшее время. В ответ уже прозвучали и примерные сроки. По крайней мере, борьба с очередями должна закончиться максимум в первом квартале 2017 года. Артем Паникаровских, Александр Рожков, информационный канал «Город». Кстати, Игорь Васильев сразу после утреннего рейда заявил, что собирается сделать такие личные и внезапные рейды традиции. А вот что именно проверять, попросил Совета у кировчан. Сегодня Первый городской канал разместил в своей группе в соцсетях соответствующий опрос. В комментариях уже перечислен целый список сфер, которые, по мнению кировчан, требуют личной проверки губернатора. Например, навязывание дополнительных страховок вместе с оформлением ОСАГО, качество строительства жилья, ночная продажа алкоголя, начисление коммунальных платежей, дороги и вопросы экологии. Среди них грязь в городе и неприятный запах, с которым уже несколько лет не могут разобраться контролирующие органы. Принимайте участие в опросе. Все варианты мы передадим исполняющими обязанности губернатора. Сразу три кировских маршрута общественного транспорта изменятся с 29 августа. Путь следования сменят 11, 33 и 39 автобусы. Об этой и других новостях далее в рубрике «Короткой строкой». Все желающие могут пересдать ЕГЭ в сентябре. В Центре оценки качества образования принимают заявки от тех, кто провалил экзамен по нескольким обязательным предметам. Подать заявление можно до 22 августа. Выпускники прошлых лет и те, кто хочет улучшить свои отметки, не допускаются. С 29 августа сразу три кировских автобуса изменят маршруты. Так, 11-й будет продлен до микрорайона «Европейские улочки». 33-й автобус начнет ходить по улице Московской до Метрограда, а 39-й будет останавливаться у Садаковской мебельной фабрики. Школьники очистили берег реки Люрченьки от мусора. Субботник прошел в рамках всероссийской акции «Вода России». Уже по традиции убрали бутылки, бумагу, очистили места массового отдыха. Акция проводится для повышения экологической культуры кировчан. В микрорайоне «Радужный» на некоторых улицах ограничат движение. Это связано с 40-летием поселка, который отметят уже в эти выходные. С вечера пятницы до утра воскресенья закрыта будет улица «Индустриальная», также проспект строителей до улицы Конституции. В администрации города открылась передвижная выставка, на которой можно увидеть, как преображался Киров. Она состоит из уникальных фотографий 30-70-х годов. Здесь можно увидеть, как строили Дом Советов. Сейчас это здание правительства области, а также драматический театр. Первый городской канал готовится к запуску второго сезона проекта «Похудела». Вопрос о появлении нового сезона перед авторами долго не стоял. Первый сезон получил много откликов даже после завершения проекта. 20 августа состоится кастинг новых участников, которые, безусловно, волнуются перед встречей. Немного успокоить претендентов, поделиться своими секретами и рассказать о своих успехах сегодня готовы выпускники первого сезона. В моей жизни изменилось кардинально. Все много, много. Ребенок пошел в детский сад. Уволилась с работы и подалась больше в научную деятельность. Ирина Сечехина – самая веселая участница первого проекта. Сегодня выглядит еще и самой счастливой. К новой фигуре и платье, и прическа. Со стрижкой, которую ей предложили мастера в финальной программе, она теперь не расстается. Говорит, что тогда и началась ее новая жизнь. После проекта все равно в голове что-то переворачивается внутри. То есть ты не можешь уже без спорта. Я хожу по 5 километров пешком. То есть дальнее расстояние я стараюсь проходить пешком. Хоть так. Если мне нужно утяжелить, я ребенка сажу на плечи и иду дальше. За время проекта Ирина сбросила почти 15 килограммов. После него еще три. Результат скромный, но в ближайшие месяцы обещают скинуть больше. Поспорила с подругой по команде. У нас спор произошел в мой день рождения. То есть мои окончательные цифры после проекта, сколько я скинула, с 86 килограмм, еще минус 15 килограмм. И до конца декабря я должна весить, получается, 71 килограмм. Кстати, Ирина на кастинг проекта похудела, пришла чуть ли не в самом его конце. Говорит, что долго думала, стоит или нет. Кастинг уже начался, она еще лежала на диване и не могла решиться. За пять минут успела собраться и вызвать такси. Теперь смеется над тем, что так долго думала. Про наш спор. Привет, привет, привет. Хорошо выглядишь. Екатерина Двинянинова – та самая подруга по проекту, с которой поспорила Ирина. Они не виделись всего полтора месяца. После окончания проекта стараются встречаться и держать друг друга в курсе событий. Катя в команде пока лидер по результатам. Если на последней программе вес у меня был 84-200, то сейчас 78. Но я вчера даже ходила на тренировку и взвесилась, у меня было уже 77-600. Она продолжает, как и Ирина, ходить на тренировки и теперь жить не может без правильного пятиразового питания. Говорит, что если сначала ходила со шпаргалками, формул белков и углеводов, теперь разбирается в этом не хуже диетологов. Ко мне обращаются и ВКонтакте, девчонки пишут, как, чего, как ваши результаты, мы за вас болели, что тоже очень приятно. Я им говорю, что вы пользуетесь возможностью, которая вам посылает жизнь, я не знаю, судьба, кто угодно. Вам такой шанс дали, вы воспользуетесь им. Получится у вас, может вас и не возьмут, но вы туда сходите. Мы стесняемся, я говорю, мы тоже стесняемся. И тоже стеснялись, и до сих пор каких-то, может, моментов стесняемся озвучить цифру. Катя собирается следить за участниками второго сезона проекта «Похудела» и даже хочет 20 августа прийти на кастинг. Не для участия в нем, а чтобы поддержать тех, кто решил изменить свою жизнь. От нее три главных совета – решиться, не бояться и не стесняться. У всех все висит, кроме тренера, естественно. Там у всех висит, там, я говорю, нас не заставляли раздеваться до гола, там, я не знаю, что-то, ну, в бассейне, ну и что, что мы не ходим на пляж, мы что, не раздеваемся в бассейне, мы не ходим в баню. Это все отговорки, я считаю, что это так. Кому надо, они придут и разденутся даже там. Для решающего дня, для тех, кому надоел большой размер одежды и проблемы со здоровьем из-за лишнего веса, осталось всего несколько дней. 20 августа в 12.00 появится шанс все изменить. Не упустите его. Стать легким не так сложно, как кажется. Ксения Зиновьева, Александр Рожков, информационный канал «Город». Впереди у нас короткая реклама, она пройдет быстро и вот, что вы увидите сразу после нее. Два человека погибли в аварии в Белохолуницком районе. Там, на трассе, «Лада» 14-й модели вылетела в кювет. Кировчане в центре событий Олимпийского рио. Наш земляк ведет прямые репортажи из Бразилии и выкладывает видео на YouTube. Полотно всей жизни представит заслуженный художник России Инна Широкова. Сегодня в галерее «Прогресс» открылась ее персональная выставка. Эти и другие новости через пару минут. Вы смотрите информационный канал «Город». Мы продолжаем. Два человека погибли в Белохолуницком районе в результате ДТП. Там, на трассе «Лада» 14-й модели вылетела в кювет. Подробности в рубрике «Место происшествия». Материал имеет возрастное ограничение. Трагедия произошла в четверг в 4 утра. По данным ГИБДД, водитель «Лады» не смог удержать автомобиль на дороге. 69-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 не справился с управлением, совершил съезд в кювет и опрокидывание. В результате происшествия сам водитель и его 59-летняя женщина-пассажир погибли на месте. Сейчас по факту происшествия проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ленинский районный суд вынес приговор в отношении водителя «Газели», который дал взятку инспектору ДПС. Преступление произошло на советском тракте. За несоставление протокола шофер предложил полицейскому 500 рублей. Уголовное дело в отношении Рахимова рассмотрено судом в общем порядке судебного разбирательства, поскольку Рахимов вину в совершении указанного преступления не признал. Вместе с тем, его вина полностью не нашла свое подтверждение с собранными поделами доказательствами. Суд учел, что у Рахимова на Иждивении двое детей и назначил ему минимальное наказание – штраф 25 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу. Появилось видео тройного ДТП пьяного водителя «Тойоты». Напомним, дорожный беспредел начался на перекрестке улиц Сурикова и Некрасова, где лихачу ценил «Фольксваген Поло». Совершил ДТП, совершил ДТП. Стой, не уходи! Обратно в машину, обратно, быстро! Он пьяный, пьяный! Он пьяный! Он уезжает! Далее на огромной скорости он врезался еще в два автомобиля и поехал дальше. Лихача вскоре задержали сотрудники ППС. За пьяное вождение ему грозит штраф и лишение прав. За скрытие с трех ДТП он может получить до 45 суток ареста. Материалы административных дел уже находятся в суде. Также стало известно, что лихачу выписали штраф за вождение без света. Грабежи на улицах попали во все новостные ленты Олимпийского Рио. В эпицентре летней Олимпиады оказались и кировчане. Есть сообщение, что местные жители на ходу срывают с туристов цепочки и вырывают из рук мобильные. О позитивных событиях Олимпийских игр прямые репортажи из Бразилии ведет наш земляк Андрей Кремлев. В социальных сетях и на ютюбе за ним следит весь город. Это интерактивная карта, где каждый человек может отметить свой дом. Куда он приехал в замечательную страну? Я? Позвольте себе небольшую наглость отмечу целых два города. Первым это будет здесь, мой родной город. Чайковский. Второй город Киров. С первого дня поездки в Рио Андрей Кремлев начал вести свой видеоблог. На Олимпиаду он поехал в качестве комментатора в Доме болельщиков России. Андрей рассказывает и об успехах нашей сборной. Вот они! Давайте еще раз все вместе в синхрон на хорах! Россия! Он успевает общаться со спортсменами и всем этим делится со своими подписчиками. Работать в Рио молодой человек намерен все 20 дней, пока длится Олимпиада. В ближайшие дни он пообещал снять отдельный материал специально для Первого городского канала. Полотно своей жизни представит заслуженный художник России Инна Широкова. Сегодня в галерее прогресса открывается ее персональная выставка. На ней представлено около сотни работ разных лет, а творит Инна Широкова уже более полувека. Ее работа отличается тем, что каждая деталь прописана с удивительной точностью. Если в натюрморте есть дымковская игрушка, то ее хочется взять в руки и потрогать. Алина Котрихова одной из первых побывала на выставке. Это старый автопортрет. Я сейчас уж, конечно, совсем не такая, но это, видите, 97-й год. Автопортрету почти 20 лет, а ясность взора и улыбка Инны Широковой все те же. Здесь она позируется своими домашними любимцами. Вообще, кошки, собаки и даже мышки есть практически на каждой картине автора. Где-то их собралась даже целая компания. Инна Алексеевна очень любит животных, а потому и вписывает их в свои композиции. Животных писать непросто, детей тоже. Они постоянно крутятся, вертятся, им трудно позировать. Но у Инны Алексеевны есть свой секрет. Она читает им сказки во время сеанса. Портрет – это одно из сложнейших, в общем-то. Это, ну, чтобы написать портрет, ведь надо человека знать. Надо знать, как он сядет, как он улыбнется. Портрет – это основной жанр, в котором работает Инна Широкова. Она из семи художников. Вот, к примеру, на этой картине ее родители. Мама была одним из организаторов Союза кировских художников. Перешла на скульптуру и создала много известных памятников в области. К примеру, монументы Ленину на театралке – это работа ее мамы. Инна Широкова любит писать своих родных, детей, внуков и правнуков. И добавлять к ним интересные детали. К примеру, дымковскую игрушку. Яркий почек автора – детализация. Настолько реалистично прописаны фигурки, что их хочется взять в руки. Я же на этом росла. Вот, при мне это, так сказать, организовывалось это все. Дети приходят и часто им дают там полепить, расписать. Вот это так и называется. Одну игрушку разрешили раскрасить. Вот он сидит и раскрашивает. Народные промыслы в ее картинах часто встречаются. Вот, к примеру, девушки в павлопосадских платках. Особенно хороши они в морозной атмосфере. Заглавное полотно выставки посвящено новогодним праздникам. И было написано в этом году. Причем это уже четвертая подобная работа. Тема праздника у заказчиков пользуется большим спросом. В эту работу Инна Широкова привнесла воспоминания из детства. Мы ходили на площадь. Это было самое такое яркое впечатление от детства. Когда на площади много народу, много детей. Это елка нарядная, там Дед Мороз. Потом эти скульптуры ледяные. Раньше же ледяные скульптуры были. Это сейчас все, так сказать, пошло. Пластиковое. Да, пластиковое. Раньше все это делали, художники делали. Инна Алексеевна написала сотни портретов своих друзей, знакомых, родственников и детей. Но помимо них у нее есть серия работ иностранцев. Вот здесь, к примеру, на этой выставке создан такой интернациональный уголок. И помимо портретов студентов-африканцев, есть здесь девушка-китаянка. За минувшие десятилетия она была участницей многочисленных областных, региональных, республиканских, всесоюзных и международных выставок. Ее персональные смотры в разные годы проходили не только в Кирове, но и в самых различных уголках России. Полотна мастера находится в государственных музеях ряда российских городов, а также в наших и зарубежных частных коллекциях. Увидеть нарядные работы Инны Широковой можно в галерее прогресса до октября. Алина Котрихова, Никита Рябинков, информационный канал «Город». И в завершение выпуска прогноз погоды на долгожданную пятницу. С ним вас познакомит Алина Мозгова. Частые грозы в августе предвещают долгую осень. Порывы ветра – тихую и спокойную погоду. А обильное количество ягод рябины – осень дождливую, а зиму суровую. Так гласят народные приметы. А я вам расскажу о погоде на завтра. 12 августа в Кирове ожидается малооблачная погода, небольшой дождь и гроза. Температура воздуха днем плюс 27, ночью плюс 18 градусов. Ветер восточный – 3 метра в секунду. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба. Хорошие вам пятницы! Это были все новости четверга 11 августа. Если у вас есть что рассказать, звоните нам по телефону редакции 54 18 19. В студии для вас работала Ксения Никишова. Спасибо, что были с нами, удачи вам и увидимся в городе!